добрый день дорогие друзья и посетители канала сегодня у нас четверг такой у меня очередной материал ролик который я посчитал нужным записать и предложить вашему вниманию дело в том что я зашел на аккаунт ишхана вердяна фейсбуке и увидел у него пост который ссылается на одного армянского блогера известного который проживает в москве насколько я понимаю в россии и это очень известный армянский блогер который говорит на русском языке и также на армянском языке у него очень много роликов много посетителей и подписчиков этот блогер зовут его александр алексанян мне стало интересно я зашел и посмотрел что же он вещает этот блогер и вот я наткнулся на эти видео я делюсь с вами сейчас значит он говорит сначала на русском языке а потом на армянском языке и другой ролик тоже с его канала я вставлю в это видео и вы послушаете что он говорит на русском языке и на армянском языке и я считаю что содержание этих видеоматериалов его вот это послание его месседж он крайне экстремистский призывающий к террору призывающий к расправам на национальной почве с несогласными именно к физическим расправам физическим наказанием побоем и оскорблением людей которые не согласны с его позицией или позиции националистов поэтому в этой связи я считаю нужным опубликовать этот материал и распространять его насколько это возможно это крайне экстремистский материал действительно на самом деле и я считаю что соответствующие органы в россии где проживает этот экстремист и националист александр алексанян который призывает к погромам в буквальном смысле слова он делает призыв к армянам находить других армян которые не согласны с его позицией и физически их наказывать я считаю что органы должны обратить внимание на этого человека он должен быть привлечен буквальном смысле к уголовной ответственности за разжигание такого экстремизма и национальной розни на территории россии обратите внимание этот человек не живет в армении не живет в какой-то другой стране это происходит это звучит в россии так народ 18 плюс видео эфир будет буду несколько раз материться без матюков не обойтись буду говорить по-армянски несмотря на то что то что я говорю относится больше к русскоязычной аудитории но я по-армянски скажу и прошу донести все это до адресатов кому это относится я говорю о тех детях б которые ходят с тем ничтожеством блогерам туркам камраном это армяне они позорят и самих себя и нашу нацию послушайте что я вам говорю дети б кто вы такие и кто вам дал право себя называть армянами и от имени армян выступать какое моральное право вы имеете себя считать армянами выходить и говорить я хочу обратиться к тем кто знает этих людей они чьи-то соседи кого-то родственники как вы этих детей б не ловите и ноги не вырываете им зэ как вы их не ловите не ломаете не убиваете не не приканчиваете не избиваете они достойны всего этого дети проститутки по какому праву вы дети б вы выходите к этому идиоту вылизываете зэ и лезете в зэ позорите своей неграмотностью позоритесь отсутствием уважения к собственной нации лезете лезете этому народу в зэ один голубой да я именно о нем и говорю недавно прислали часто бывает парни девушки какие-то сельские собаки выходит себя показать лишь бы их ничтожное лицо показали и тот голубой сын б голубой сын б вышел как бакинец недавно прислали не могу уже молчать там бакинский армянин после изгнания из баку приехал в армению воевал за армению и этот армянин с голубым каким-то б каким-то слабаком вышел говорит о нем что он шакал сын б кто ты такой и откуда ты ты значит выходишь и называешь перед турками шакалом парней воевавших за армению и арцах эти голубые настолько бесстыжи люди но кто этому сыну б дал право выходить и говорить от имени армян лоран запишет к армян из-за меня отключил комментарии под видео с аркисом ты зачем за ним следишь вообще послушайте что скажу вы знаете этого сына б пошлите тем кто его знает этого сына б пусть он посмотрит этот сын б вы не армяне вы не армяне у вас нет никакого морального права говорить от имени армян или озвучивать вашу фамилию вообще дочери б не только парни выходите на крашеные садитесь перед ним груди открываете сидите чего вы себя показываете кому и что вы хотите показать можете выходите есть что показать пожалуйста но зачем лезете в зэ позорите нацию все подряд смотрю ни один и ни два один за другим появляются четвертый пятый десятый откуда стольких б он находит только в какой народ вы превратились их никто не знает в их районах они где живут в россии знакомых родственников армян у них нет что ли что не могут их поймать и ноги и зада вырвать из армении один из америки два слова связать не могут кто-то выходит свою нацию хает кто-то позорные выступления делает сколько так можно сколько вы будете этот народ позорить этот сын б роман багдасарян еще один гомик тоже вышел то с тем то с тем турком беседует хочет натравить друг на друга что вы делаете гомики и дети б лгбт как вы позорите нацию что это такое вы опускаете честь и достоинство этой нации слушайте дети б что я говорю вам сейчас всем армянам я говорю слушайте можете выходить и так чтобы достоинство принести своей нации пожалуйста выходите говорите нет не можете дети б не выходите в эфир а то это ругательство прямо к вам в лоб попадет всем вам говорю кто выходит с ним говорить сын б и не армянин не армянин кто выходит с ним беседовать две опции или выходишь оттуда с честью и достоинством или если не можешь не уверен значит ты сын б чатлахи потерянный совсем уже моих нервов уже не хватает заходишь видишь комменты проститутки пишут ему кемран джан кемран джан путанки дешевые дешевки кто вам дал право от имени армян говорить легемитизацию получили от имени армян выходите говорите не матерись говорят как не материться по-другому как их называть что случилось что случилось объясняю что случилось дети б корчат из себя армян у них нет ни нации собаки какие-то выходят с этим блогером с этим турком кемраном нацию себя сами позорят сколько можно дети б так сделайте что вас можно будет по одному теперь вылавливать вырывать вам ноги из ваших зэ в ваших домах прямо разбираться начнем всех вас кто из вас знает их я вас прямо сейчас говорю уже достали кто из вас знает их местоположение пришлите кто где живет кто их знает короче этих детей б кто их знает кто где они живут их адреса пришлите мне их места чтобы все знали и местные армяне ловили бы их и ноги им оторвали от их зад будь то девушка или парень значение имеет а предателям и детям б объяснять бесполезно придет время когда этим детям б объяснят уже только физическим образом так так по-армянски скажу я с кемраном грубо не разговаривал очень политкорректно говорил и политкорректно обул его и он и азербайджанцы его все это знают до сих пор он горит из-за меня можете нормально с достоинством выйти из беседы выходите тогда можете грубить и выйти достойно но делайте так м Bear если знакомой с теми армянами кто с ними выходили в эфир позорниками армянами по всем местам распространите это А то я распечатаю их фотки, кто их знает, найдете их. И слушайте те, кто намерен выходить с ними в эфир. Две возможности у вас. Или вы ходите, позоритесь и оказываетесь детьми Б на весь мир перед всеми армянами мира, и ваши ноги один день мы вырвем из З. Наказание не замедлит. Или выходите и с достоинством. Если вы не уверены, что выйдете с достоинством, не выходите. Чатлахи, во что вы превратились? Вообще после этого закон должен выйти. Государственные законы сдать. Быть армянином только в соответствии с конкретными критериями. Несоответствующий критериям быть армянином, все, ты не армянин. Заставить поменять ему фамилию. Избивать, ломать, унизить. И не говорите, что каждый может иметь свое мнение. Такого нет. Нет свободы и нет своего мнения у каждого. Если ты армянин, должен иметь мнение армян. Все, не имеешь мнения армянина, значит ты не армянин. Быть армянином, называться армянином, носить имя армянина, ты лишаешься этого права. Не спрашивайте дать ссылку, что вы не знаете, что ли? Полно там, сотнями забит его канал ими. Я пошел, нервов моих не хватает, короче. Перешлите этим чатлахом. Всем привет, мои братья-армяне. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас уже начали распространять это видео. Для того, чтобы это дошло до каждого армянина, говорящего на русском языке. Хотя, в принципе, не только на русском языке, потому что я в конце буду говорить на армянском языке тоже. Значит, речь пойдет про лжеармян, про псевдоармян, про некоторых ублюдков, самозванцев, называющихся себя... Которые называют себя армянами, хотя у них такого морального права нет. Я их лишаю, беру на себя такую ответственность и лишаю права называться армянами. Речь пойдет об этом. Как вы думаете, Армения там может хорошо... Вы жили шикарно, у вас была большая квартира, у вас все было хорошо, семья... А вот как вы думаете... Вы понимаете, да, о чем там говорится? Пытаются переписать историю, как и, собственно говоря, до этого всегда было у азербайджанцев. Они переписывали историю, они присваивали чужую историю, и, кстати, не только армянскую историю себе, но и иранскую, персидскую, грузинскую, отчасти российскую и даже османскую историю пытались и пытаются до сих пор переписать себе. Но с учетом того, что события карабахские, да и вообще вот последние ухудшения отношений между армянами и азербайджанцами совсем недавно были по историческим меркам, всего-то там 30 с лишним лет, настолько нагло пытаться переписать историю, это даже и смешно, и грешно. Этот человек, зовут его Камран или Кямран, или Карман, он по-разному представляется, я даже толком не понимаю, как его зовут в разных местах, то ли он полугрек, то ли азербайджанец, непонятно даже, какой он по национальности, но, тем не менее, представляется очень часто азербайджанцем, живет в Баку и занимается тем, что регулярно выводит на экран всяких псевдоармян, в большинстве случаев, беседует с ними и толкует азербайджанскую пропаганду с ними. В итоге он дошел до такого уровня, что им заинтересовались официальные азербайджанские власти и уже пригласили его, значит, поддержать азербайджанскую, эту самую пропаганду на телевидении, то есть уже на уровне азербайджанской телевидении. Сейчас покажу. Ну, вот он. Видите? Так, какие вот воспоминания у вас связаны с районами, что вы делали, куда ездили? Расскажите, пожалуйста. Ну, то же мы ездим в районы азербайджанские районы, армянские районы... Вот, собственно говоря, ему дают интервью, с ним общается некий Аршак Григорян, некий ублюдок по имени, точнее, Аршак Григорян. Но, на самом деле, мое это видеообращение будет не в сторону Камрана конкретного или Аршака, а в их лице я поговорю про это явление. Значит, этот ублюдок, Аршак Григорян, проживающего в Кубани, в Краснодарском крае, я хочу, чтобы армяне в Краснодарском крае обратили внимание на этого ублюдка. Еще раз покажу его рожа. Вот, вот эта рожа. Этот ублюдок, который сейчас выходит и занимается лидзеблюдством, подлизывается и, по сути, примыкает к этой пропаганде, по сути, доказывает, пытается доказать, что вот эта линия пропагандическая азербайджанская, это правдивая, забывает о том, что вот он сейчас, я сейчас покажу вам, вот в этих условиях, хотя, я не знаю, каким должен быть человек, современный здоровый человек, который не может даже минимальные условия жизни себе обеспечить. Как видите, он живет практически в сарае. Так вот, этот ублюдок безродный, я хотел его каким-то именем животного назвать, но все животные в мире обидятся, если я оскорблю их так. Это даже не животное, а это безродное существо. Так вот, это безродное существо, послушай, Аршак, ты в этих условиях сейчас живешь, только лишь потому, что тебя, эти азербайджанцы, которым сейчас ты подлизываешь, изгнали, выгнали из твоего нормального дома или квартиры в Баку и забрали у тебя все, убивали твоих близких и родных в Баку. О чем ты говоришь, ублюдок? Сейчас материться бы стал бы, а? Значит, вот эти три направления азербайджанской пропаганды. Это то, что якобы армяне плохие, они конфликтовали и все стало плохо. Второе, что они хорошие, с ними можно жить. И третье, что, значит, не обязательно жить в Армении или в Карабахе, можно жить в Карабахе, ой, в Азербайджане, как безродные существа. Так вот, многие армяне, лжеармяне, опять-таки повторюсь, псевдоармяне, примыкают к этой пропаганде и поддерживают. Я вас называю ублюдками, я беру на себя такое право. Если кто-то сомневается, что у меня есть такое право, приезжайте, увидимся, я докажу, что у меня есть такое право. Я лишаю вас права называться армянами. Вы не армяне. Те, которые примыкают к этой азербайджанской пропаганде. Я на самом деле рад. Я рад, потому что таким образом отсекается вот эта бракованная часть нашего народа, ну или даже не нашего народа, а какая-то там внедренная часть нашего народа и народная часть, так скажем. Вот, отсекаются, и я надеюсь, что все эти лжеармяне в конце концов поедут жить в Азербайджан и будут называться азербайджанцами. Таким образом, мы хотя бы будем явно и четко знать, кто есть кто. Заявление на русском сделаю, потом я поговорю на армянском языке. Значит, повторяюсь, я уже по этому поводу говорил. Абсолютно большинство людей, которые выходят с этим ублюдком в эфир, вы поддерживаете их официальную пропаганду. Вы предатели, вы не имеете права называться армянами. Я официально заявляю, оставляю еще и право другим армянам настоящим. Если вы увидите этих армян, где-то знаете их вживую, поставьте их на место тем способом, которым вы сами посчитаете нужно. Вот как вы захотите, так и поступайте с этими ублюдками, с этими предателями. И все азербайджанцы, вы тоже знаете, что это не являются лицами армянского народа, что это не являются представителями армянского народа, что армянский народ презирает, не принимает и изгоняет этих ублюдков от себя. Поэтому забирайте их к себе, они не имеют права от лица армян говорить. Возьмите, сделайте их своими азербайджанцами, наплевать на них. Наверное, на русском все. Сейчас перехожу к армянскому. Итак, дорогой народ, то, что сейчас происходит, это не случайно. На самом деле, Азербайджан пытается мягко стелить, чтобы привлечь армян, используя подобные методы. Во-первых, он хочет уничтожить армянство, как таковую национальность. Показывает, что вы не нация, если вам иметь историю и родину, для вас это абсолютно не важно. Ничего. Единственное, что вы, ну, просто не животные, вы нечто такое, что вы можете прийти и жить, как какие-то ослы. Говорят, жить просто там, вам ничего не нужно, Азербайджан, ваша родина. Понимаете, зачем это делается? Это делается для того, чтобы психологически сломить и завтра, послезавтра, например, если Арцах, вместе с населением, Арцаха будет передано Азербайджану, чтобы никто не сказал, что вообще есть проблема, что просто сказали, пусть уже в Азербайджане живут. А что тут плохого? Понимаете, к сожалению, я должен сказать, что я сомневаюсь, что эта пропаганда согласована совместно с определенными силами в Армении. Это очень опасное явление. Я имею в виду, что это некий сигнал, который говорит о том, что скоро будет или заключен мирный договор, или будет война. Объясню, почему. Мирный договор, конечно, на условиях, выгодных Азербайджану, а не на наших условиях, которые выгодны нам. Следовательно, когда делается мирный договор, из армянства все это должно быть стерто, соответственно, национальные проявления, желание мести, боль, и все остальное, все это должно быть стерто, история изменена, будут считать, что армяне виноваты, что армяне подписали спокойно любой несправедливый мирный договор. Это конкретная пропаганда, чтобы вскоре могли выложить перед этими людьми этот мирный договор, и эти люди с большим удовольствием подписали бы его, к сожалению. А по-другому это означает войну. А почему это происходит перед войной? Это подготовка к этому готовится либо к войне, либо к мирному договору. Почему это может означать войну? Потому что, представляете, как могут армяне нормально, стойко сражаться против азербайджанцев при тех условиях, когда эта пропаганда ведется, когда вот эти армяне, как этот аршак, подонки и тому подобные, считают, что проблема в нас. Сколько армян будет готовы воевать, и с каким духом они будут воевать, с каким настроем они будут воевать? Кто пожелает вообще воевать? Ведь осуществляется попытка убедить большинство, что проблема в нас самих, вам Карабах не нужен, вам ничего не нужно, вам Родина не нужна. Понимаете, с таким сломленным армянским народом воевать очень легко, но подобная психология в народе, извращенная, искаженная, уводящая, лишенная национализма и всего прочего, воевать с ними будет очень легко. Следовательно, еще раз говорю, все то, что происходит, это очень опасно. Или позорный мирный договор, уничтожающий нацию, или ужасная война. Одно из двух нас ожидает. Проблема конкретно не в этом подонке Аршаки и ему подобных, только и не в этом, в Кемране даже. Проблема само явление. Конкретный пример, о котором я говорю, это явление распространяется во всех местах. Знаете, есть другой армянин, псевдоармянин, ложный армянин, который из Турции озвучивает антиармянскую пропаганду, ведет проазербайджанскую пропаганду. Таких много. Знаете, есть еще азербайджанцы, которые этим занимаются. Знаете, в Армении некоторые армяне этим занимаются. Это массовое явление. Понимаете, конкретно не в этих двух проблемах. Эти двое лишь просто являются частью этой проблемы. Это нужно очень четко осознать. Я прошу вас очень серьезно к этому отнестись. Поделитесь, распространяйте все это. О чем я говорю, объясняйте всем все, что и почему происходит. Никому не разрешайте. Мы не можем запретить азербайджанцам их пропаганду, так же, как и они нам не могут запретить нашу пропаганду. Но мы, по крайней мере, можем в нашей среде, среде вот этот наш брак, не позволять ему, чтобы такое было. Так что, я делаю призыв сейчас каждый человек, кто присоединяется к азербайджанской пропаганде, ведет азербайджанскую пропаганду или помогает вести эту пропаганду, тот, кто ведет антиармянскую пропаганду или поможет вести антиармянскую пропаганду, они должны быть наказаны. Должны быть наказаны любыми доступными способами. Пренебрежением, пощечинами, высмеиванием, оскорблениями, дискриминацией в своем окружении и так далее. Итак, я делаю массовый призыв. Вы должны сделать так, чтобы все это видели. Все, все, вас я массово призываю, всех полностью. Сколько есть армян, где вы будете видеть этих подонков, если вы узнаете их, то сразу наказывайте их немедленно. И так как вы найдете нужным, так и накажите их. Если вы чистые армяне, они такие, как эти. На связи. Субтитры сделал DimaTorzok